так как excel это прежде всего инструмент для работы с таблицами у него есть свои требования по оформлению данных таблиц первое что следует запомнить это то что оформление таблиц важно только если эта таблица у вас рабочая вы в дальнейшем планируете анализировать ее какими-то инструментами и средствами самого excel если же это итоговая таблица которую вы хотите в красивом виде показать руководство распечатать и все в этом духе то можно в общем то вести так как нравится если вы не предполагаете с этой таблицы делать какие-то вычисления во всех же остальных случаях следует приучать себя к правильному ведению таблиц какие же правила сюда входят я перечислю несколько основных первое это должна быть только одна строка шапки то есть одна ячейка с заголовком в котором вы указываете что хранится в данном столбце до 1s и прочие программы приучают нас что шапка может быть многоуровневый может быть две три и так далее строк но следует помнить что в 1s эти отчеты являются результирующими то есть там не предполагалось что в дальнейшем эти таблицы будут еще чем-то обрабатываться поэтому одна строка шапки это первое второе в этой шапке вы должны давать понятные названия своим данным чтобы только по одному названию было ясно что хранится в этом столбце при этом название не должны повторяться не должно быть двух столбцов например с названием дата таким образом и вы и кто-то еще кто будет работать с этой таблицей сможет сразу понять что у вас столбцах и не придется объяснять дополнительно в каком столбце что содержится еще один момент в этих столбцах типы данных не должны быть перемешаны на прошлом уроке мы про типы поговорили теперь чуть конкретнее если у меня здесь записан контрагент значит здесь должен быть контрагент то есть скорее всего текст в разных сочетаниях дата значит здесь должны содержаться именно данные типа дата в формате даты времени excel отсрочка это целое число объем закупок число действительное с знаками после запятой и так далее то есть каждый столбец должен строго иметь свой тип не должно быть каких-то перемешений чтобы мы здесь записали сначала какую-то дату и там же где-то написали апрель или что-то такое это основные требования которые следует придерживаться плюс не должно быть полностью пустых строк например для разделения каких-то кажущихся границ и также не должно быть полностью пустых столбцов таблица должна быть неделимой в таком виде вам будет удобно работать с таблицей любыми средствами excel и не должно быть объединенных ячеек в примере на этом листе я собрал вид немножко неправильной таблицы как ее желательно не вести например здесь у меня контрагент также присутствует но дата разбита на два столбца сверху написано заем платеж а внутри объединенная ячейка дата да так можно чтобы не мучиться то же самое с суммой но объединенной ячейкой чем плохо если мы разъединим то у нас по факту во первых остальные ячейки без значений а во вторых если мы будем пользоваться какими-то инструментами excel то он в качестве заголовка всегда видит только одну первую строчку поэтому и нужна только одна шапка без вот таких вот красивости такие красивости нужны только в итоговом отчете